добрый день сейчас конец декабря преддверии нового года я хотела еще раз позаботиться о своих розах и рассказать вам небольшой лайфхак погода нас в этом году не радует сейчас практически у нас идет дождь хотя уже скоро новый год я хотела утеплить вот эту подпорную стеночку 1 декабря мы утеплили вершки как всегда лутросилом в один слой настало время обратить свое внимание на корешки здесь у нас небольшая бетонная подпорная стенка это обычный бордюр из бетона а он сильно промерзает а на следующей неделе нам обещали до минус 10 градусов здесь сидят мои любимые оранжевые остинки мои мандаринки леди эмма гамильтон и саммерсон не все знают что морозостойкость надземной части растения обычно в два раза выше чем у корневой системы именно поэтому мы закапываем на зиму контейнеры даже с морозостойкими в нашей зоне растениями если знаю замерзнут ветки мы их обрежем и от прививки снова вырастет здоровая роза если же промерзнет корневая растение уже не спасти конечно кусочек агроволокна нас не согреет но мы знаем что в особо морозные дни давление бывает повышенное а значит нас порадует солнышко именно поэтому геотекстиль у нас черный это южная экспозиция и надеюсь что солнышко будет немного прогревать нашу бетонную подпорную стенку теперь немного хотела рассказать вот об этой рогозе это наша роза нью даун плетистая она в этом году наросла очень хорошо побеги были больше трех метров поэтому я не смогла их в этом году все уложить на зиму на землю и решила утеплить их прямо вот на шпалере для этого мы обмотали салфаном сначала небольшой каркас но не не ставьте сразу дизайнки потому что салфан здесь вот на небольшом расстоянии и он не целый он идет небольшим куском только для того чтобы геотекстиль не цеплялся сильно за колючки чтобы его весной можно было снять небольшой кусок салфана и сверху укрывной материал обычный спондон такой же как я накрываю остальные розы тоже шестидесятка и сверху вот немножко чтоб он не разваливался замотали нитками посмотрим как она пережила в прошлый год некоторые побеги у меня остались просто неукрытые они были вообще без утепления вот если два побега и они неплохо пережили но это наши смоленские зимы поэтому жителям более северных регионов рассчитывать на это не стоит а вот где-то наша полоса начиная с московской области юг московской области уже могут пробовать такое укрытие весной мы посмотрим что из этого получится еще раз и говорю что сам геотекстиль розу не греет креет земля под ним поэтому в данном случае это защита побегов скорее от сушения от солнца и ветра я всех поздравляю с наступающим новым годом и желаю чтобы в следующем 2021 году никакой коронавирус не мучнистая роса не прочие болячки и даже бронзовки не посещали ни вас не ваш сад всем удачи в новом году пока